Тук-тук, к вам можно? ПВЗ Дичь стучится в гости, всем привет и сегодня я закатаю вас в лёд. На прошлой неделе мне оказалось мало льда и я решил продолжить, а поможет мне в этом Зомбони. Совершенно не планировал я делать обзор на этот агрегат, но потом подумал, а чего это я щелкунчика обозревал, а Зомбони нет. Дичи эта машина в себе таит даже больше, так что совершенно справедливо будет поговорить и об этом персонаже. Поговорить мы всегда успеем, а вот подписаться на телеграм-канал и бусте нужно прямо сейчас, иначе я объявляю забастовку. Буду молчать, пока не подпишетесь. Ладно, ваша взяла, можете не подписываться, всё равно для меня заткнуться даже тяжелее, чем постоянно нести дичь. Короче, надевайте коньки и усаживайтесь поудобнее. Мы будем танцевать сегодня до вечера, у нас такой план. С чего я начну? С того, что это на самом деле не совсем обзор. На Зомби в принципе обзор делать как-то не с руки, это скорее сборник дичи с данным персонажем, во время которого я расскажу вам о его главных особенностях. Например, я могу сказать, что атака Зомбони составляет 4000 хп, только непонятно за какой период времени. Но факт в том, что эта машина давит мгновенно как обычно стенарех с теми самыми 4000 хп, так и высокий с 8000 хп, и даже высокий под ультой тоже мгновенно исчезает при встрече с Зомбони. Так что будем считать, что тут просто ваншот атака, если это можно так назвать. Что касается прочности данной машины, то вы могли заметить, что она развалилась почти одновременно с гибелью ведроголового зомби, что говорит нам о плюс-минус таком же количестве хп. У Зомбони их 1350. Теперь о дорожке льда. Если мы не поторопимся, то на ней появятся бобслиисты, но о них позже. Сейчас я демонстрирую вам тот факт, что лед может растопить почти любое огненное растение. Ну, наверное, кроме призрачного перца. Причем, несмотря на свою способность летать, это растение не может находиться над клеткой со льдом. Призрачный перец не единственное летающее растение, которое почему-то не может левитировать надо льдом. Остальные подобные персонажи тоже отказываются это делать, если под ними ледяная клетка. На такой клетке не высаживается и перекатиполя, которому, в принципе, обычно без разницы, куда мы его сажаем. Даже на клетке с другими растениями перекатиполя ставится, а на лед нет. Радостной новостью для нас будет тот факт, что Зомбони, являясь машиной, реагирует на электромагнитный персик и вырубается при его воздействии. Это один из немногих способов застанить данный агрегат. А ведь на самом деле это очень тяжело, и вы об этом скоро узнаете. А сейчас посмотрим, подкинет ли левитатор машину. Еще как! Причем и выкинуть тоже может, что выглядит, по-моему, даже пугающе. Прикиньте, эта бандура куда-то ведь упадет и, возможно, даже на кого-то. Я не зря говорил, что Зомбони тяжело застанет, и даже замедлить будет непросто, ибо все ледяные растения не могут этого сделать. Они могут наносить только урон, а вот свой скилл теряют против данного зомби. Ни горохострел, ни зев, ни ледяное цветение, ни боингсета никто из ледяных растений не замедляет и не отталкивает ледозаливочный комбайн. Тут мне еще захотелось посмотреть, чья ледяная дорожка будет главнее, Зомбони или ульта ледяного горохострела. Судя по всему, лед Зомбони берет вверх. По крайней мере, по длительности нахождения на лужайке точно. Так как же нам в таком случае остановить это чудо? Я решил попробовать остановить Зомбони с помощью непередаваемых ароматов, испускаемых отравленным зомби. Скушав чили-бок, мертвяк испустил дух, и это нисколечки не смутило водителя машины. Так что и этот способ не подходит. Очевидно, что дыхание лука на Зомбони тоже не действует. Поэтому, чтобы остановить данного врага, нам по большей мере придется использовать разные ядовитые растения. Георгина замедляет машину. Также замедляют и другие отравляющие растения, вроде слизистого горохострела. Очевидно, что и ромашки своим облаком тоже нам помогут. Правда, тут придется подождать. Зато облако полностью станет машину, а не просто замедляет. Так что примерно понятно, какими способами можно оттягивать приближение такого врага к нашей обороне. Но, на мой взгляд, эффективнее будет не замедлять, а телепортировать Зомбони. Тем более, что все телепортирующие растения на это способны. И крокус, и тимьян, и телекартофельная мина. Правда, с ней нужно быть поосторожнее. Позже объясню почему. Кстати, возвращаясь к теме отравления бобом, я нашел прикольную дичь. Зомбони без труда давит от растений, если на него наезжает. Но если мы подбросим машину с помощью платной способности прямо на клетку с бобом, то происходит отравление. И даже полное разрушение машины. Видимо, даже железный конь может получить несварение топливной системы. Подобным образом я пытался и загипнотизировать сегодняшнего главного героя. Но гипногрипп машина есть не захотела. А вот некоторые другие растения мгновенного действия все-таки срабатывали. Например, лава гуава взрывалась, хотя вроде как и была раздавлена и даже расплавила лед. Что, конечно же, очень полезно. Прикольно, но Зомбони, судя по всему, нельзя вышвырнуть с лужайки с помощью все той же платной способности. Зомби просто отбрасывается назад. Где-то сейчас смеется один левитатор. Перед стартом съемок материала для этого видео я хотел вообще сделать из него простую проверку, кого Зомбони задавит, а кого нет. Но в итоге сменил формат. Однако самые интересные варианты я все-таки покажу. Например, колючие щиты падуба, хоть и являются защитным барьером, но не останавливают Зомбони. Ноктарин работает прямо из-под машины. И вот сейчас я расскажу, почему нужно быть осторожным при телепортации этой машины телекартофельной миной. Но сначала отметим, что вишни лед с лужайки не убрать. Как вы можете видеть, несмотря на то, что Зомбони отталкивается огненным вихрем, сначала хитбокс машины давит бедное растение. То же самое будет, если рядом с телекартофельной миной находится еще один персонаж. Мина телепортирует на себя громадную машину, и растение перед миной будет задавлено за мгновение до взрыва. Также отмечу, что вихрь Инферно не растапливает лед, это делает только само растение. Далее я подумал, а сможет ли Бумбери растаять ледяную дорожку своими снарядами. Хотя это растение и не огненное, но ее бомбы по-моему очень горячие. Видимо недостаточно горячие. А вот камни метеоритного цветка легко с этим справляются. Интересно, кислотный огонь ловушки из Лос-Сити подойдет в качестве средства от льда? Оказалось, что этот огонь подошел только как средство от самой Зомбони, а лед остался на лужайке. Теперь я задался вопросом, что будет, если перед наездом машины растение уже и так будет заморожено. Поставил росток фасоли в глыбе льда, и комбайн проехал мимо нашего подопытного, не причинив ему вреда. Даже лед под глыбой закатал. Таким образом я нашел способ высадить растение на ледовую дорожку, вот только растение само во льду, и его нельзя разморозить даже горячей картошкой. В тот момент я подумал, а не сделать ли мне загадку о том, как можно разместить растение на ледовую дорожку. Но потом отказался от этой идеи, потому что не хотел вырезать данный эпизод из сегодняшнего видео, ибо он на самом деле дичевее, чем кажется на первый взгляд. Дело в том, что я по каким-то причинам затем высадил инферно. И вот когда огненное растение расправилось с зомбони, оно запустило вихрь уже в глыбу ростка фасоли, и в итоге растопило ее. Вот теперь фасоль действительно на льду и в полной боевой готовности. Эх, отличный был бы вариант для загадки. Вряд ли бы кто-то отгадал такой сложный способ. И если продолжить тему разных способов размещения растений на льду, то вот вам еще один. Для него нам снова потребуется платная способность броска зомби. Только в этот раз я не буду кидать зомби на клетку с растениями, а перекину подальше. И в таком случае все совершенно разные виды растений будут на льду, и при этом в абсолютно рабочем состоянии. Хитро. И тут же вдогонку третий способ разместить растения на льду. Правда, это касается только нескольких растений. Те, кто подписан на бусте, уже знают о ком речь. Конечно же о нашей бессмертной парочке. Росянка и ночная шляпка не подвержены атаке зомбони. Будь они на лужайке обособлено, или же имеют бронежилет в виде тыквы. Эти два растения не давятся данной машиной. Есть тут и еще один странненький товарищ, который почти выживает под колесами машины. Я говорю о вампорчине. Но эффект от его атаки при высадке, который его делает неосезаемым слишком, скоротечен, поэтому в конце концов его зомбони уничтожает. Но все-таки есть и еще один персонаж, которому по барабану наезды машины. Более того, самой машине далеко не по барабану существование этого персонажа. Варваредень лупит агрегат, даже будучи на льду, и в конце концов может даже отправить его на свалку. Безбашенное растение. Больной ублюдок! Конечно же, нельзя не сказать о том, что будет, если зомбони прокатится по разным особенным клеткам, вроде силовых или солнечных. Я изначально думал, что они исчезнут, но затем снимал эту дичь на бусте и обнаружил, что клетки остаются на месте, а под ними виднеется лед. То есть перед вами филигранная техника укладки льда под другое покрытие. Высочайшее мастерство от ледоукладчика. Правда, на эти клетки больше нельзя высадить растения, и поэтому толку от них ноль. Там же на бусте мне задали вопрос, а что если на этих клетках изначально будут растения, а мы перекинем через них зомбони? Ну что ж, вот вам и ответ. Растения точно остаются, но работают ли клетки? Солнце золотая клетка точно дает, а что с подкормкой? Да тоже все в порядке. Вот такая вот дичь. Мне понравилось. Ну и теперь, вероятно, пора поговорить о бобслистах, которые приезжают после исчезновения зомбони. Делают они это через секунд 10-12, причем два раза. Если вы разломаете один боб с зомби-спортсменами, то прикатит второй. Сами же бобслисты выходят по 4 штуки, и катят так называемый боб. Если им не мешать, то они в него запрыгнут и покатят с высокой скоростью, давя на своем пути все, кроме разве что разных колючек. Затем в месте окончания льда спрыгивают и идут уже как обычные базовые зомби. Далее должна приехать вторая команда бобслистов. Правда я нашел способ избежать этого. Нужно просто постоянно телепортировать первых, и таким образом вторые так и не появятся. Но нужно телепортировать их достаточно долго. А сейчас расскажу вам очень грустную историю. Я точно знаю, что раньше этих зомби можно было притянуть ботатам. И в таком случае, не обнаружив лед на соседней полосе, боб бобслистов сразу же ломался. Но это видимо когда-то успели исправить, и теперь ботат просто не работает на этих гаденышей, когда у них еще присутствует красная колымага. Нас лишили дичи. Я требую сатисфакции. Ну а еще один грустный факт в том, что левитатор не реагирует на любителей покатушек, пока они в корыте. Выбросить их можно только, когда они его лишатся. Зато экспериментируя с телекартофельной миной, я нашел кое-что очень-очень интересное. Я бы сказал, что нашел самую настоящую дичь. Дело в том, что телепортация происходит в то место, где нет льда, поэтому боб ломается не от взрыва, а сам по себе, но при этом взрыва вообще как будто не происходит. Наездники целые, а другие зомби выпадают из реальности. Чем-то это напоминает ту дичь, которая была с ледяным ветром в прошлом видео. Сходство тут также в том, что этих бедолаг тоже можно реанимировать с помощью тимьяна, и они будут совсем как до того, как их парализовало. В общем, дичь она и в Африке дичь. А вот это правильно. Но самое главное, что я открыл в бобслистах, это то, что они почему-то являются криптонитом для наших бессмертных друзей. Да, они давят и росянку, и шляпку, и даже варваревень, если те находятся на пути Боба. А вот это вот, на мой взгляд, категорически неправильно. В списке способов уничтожения росянки появляется еще один вариант. Запомним. А еще расширяется список способов разместить растения на льду. Вы ведь не думали, что я брошу ту тему с вампорчиней, не попробовав ускорить зомбони. Естественно, я это сделал, и таким образом вампиру хватило времени атаки, чтобы пережить наезд машины. Вот вам и пятый вариант. Какая же крутая могла бы получиться загадка? А главное, ответов мало, и я мог бы облегчить себе работу. Но наверняка в следующей загадке будет теперь опять 20 правильных вариантов, и придется сутки сидеть и считать ответы. Кстати, бобслиисты, в отличие от зомбони, вообще не обращают внимания на какие-то там атаки вампорчини. Даже под ультой этот гриб исчезает от наезда бобслиистов. Напоследок, я хотел натворить какой-нибудь дичи на пляже, но обнаружил, что и это разрабы успели пофиксить. Раньше зомбони можно было выкатить в воде, а теперь мы можем услышать только звук ломающегося агрегата где-то за экраном. Если даже на лужайке не будет воды, но будет прописано ее появление с какой-либо волной, зомбони все равно не появится. Выехать машина может только если у вас в уровне вообще не предусмотрено появление воды до самого его конца, но в таком случае это уже фактически обычная лужайка. И все-таки я не был бы дичью, если бы не нашел способ обмануть игру. Я просто взял и прописал зомбони в ледяной глыбе и это сработало. Теперь посмотрим, что будет, если растопить лед. А будет мгновенное уничтожение машины. Видимо, у нее аллергия на воду, а ведь раньше она совершенно точно каталась по воде. Уверен, можно было бы найти кучу дичи в таком случае. Кстати, можно поставить глыбу с замороженной в нее машиной на песок и в таком случае при ее оттаивании зомбони поедет как ни в чем не бывало и даже лед на пляже появится. Затем мы совершенно беспардонным образом скинем комбайн в воду и снова уничтожим бедолагу. Сделал я это для того, чтобы посмотреть, прикатят бобслисты или нет. К сожалению, я напрасно прождал очень большое количество времени. Бобслисты так и не приехали. Ну что ж, на этой грустной ноте я буду завершать видео, но надеюсь, предыдущие 15 минут были для вас достаточно веселыми. Не забывайте поддержать деда лайком, если видео понравилось. Подписывайтесь на телегу, я там с недавних пор иногда стал постить разные мемчики и прочую дичь, так что вам должно понравиться. На этом на сегодня все, увидимся в следующей дичи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok